мир вашему дому давайте поговорим о курице гриль и не только просто пока есть время делается довольно долго я расскажу вам не только о том о том что вкусно но и о том что полезно и так приступим я в одном из одного из авторов на ю тубе блогер я не при это слово не употребляю вам не не рекомендую нас вполне достаточно своих слов я обнаружил вот это принцип такой вот врача вращающаяся вертел но там батарейки было на батарейках вот я в дальнейшем потом погуглил и нашел удобоваримую по цене вещь я вам сейчас покажу она стоит две тысячи рублей на авито я нашел и мне и доставили в клинику вот на борисовке я бы я сейчас первый раз я тестирую значит по поводу семьи по поводу счастья вот я хотел вам сказать да еще раз напомните начнет даже дорогие мои о том что я рекомендую вам я желаю вам чтобы у вас было счастье в доме а что такое счастье в доме как сказал один персонаж счастья все когда человек идет утром на работу с удовольствием а вечером возвращается домой но в этом тут нельзя с ним не согласиться но и счастье когда у вас лад семье и связи с этими событиями которые постоянно происходят осенью то что нас кошмарят и заставляют шмали шмальнуться в плечо на многие это с этим согласны из домочадцев это проблема так же как и походы в наши храмы захвачены еретиками многие с этим тоже говорят что ничего нет никого исцем и никакой ереси никакого раскол и поэтому можно ходить до последнего какого-то последнего не знаю до последнего зайца ли до последнего енота и не примочу до такого последнего когда уже все ясно все понятно то есть тоже проблема до вот я желаю вам чтобы у вас не было таких проблем у вас было взаимопонимание в семье с близкими с мужа женой у must Ну и с мужем, с детьми Это самое главное И мотивация вот этой курочки Мотивация того, что я купил Сейчас покажу коробку Этот прибор Опять же, не надо говорить лайфхак И так далее Это прибор, прибор, который полезен Который стоит своих денег Я купил домашнюю курочку Это вот я просто операцию сделал Артроскопию Потому что она тяжелая А вот эти вот Острые зубья Они маленькие, легкие Китайские, не знаю Хотя это Миас Отечественная компания Вот, то есть В дальнейшем нужно будет побольше сделать Вот эти вот острые перья Побольше Потому что здесь я зацепил проволокой Пришлось Для того, чтобы Значит, она не крутилась Потому что мясо выварится И она будет прокручиваться И, короче, будет ерунда Она должна жестко сидеть Поэтому специально Может быть, отновые Сделать такие Более длинные Чтобы ее прокалывать полностью Это ямпулы Уголь на всех случаях Чтобы у меня был запасной Ну и для уюта Вот Надо не забывать Заливать Ну пока час прошел Еще, еще, еще Час, еще два Мне все равно Я Чтобы порожняком не сидеть Я с вами пообщаюсь Значит, вот так выглядит Это коробочка Так она выглядит Электровертер Съемный для мангалов Потребляемая мощность 5 Скорость вращения 2 минуты 2 оборота в минуту 1,5 килограмма Делается все Челябинская область Город Миас Завод по производству Доильного оборудования Кстати говоря Вот написано Доильного оборудования Видите, я вам Никогда не обманываю вас Ну короче, можно делать Что угодно Но курица Это интереснее Любое расстояние тут И высота То есть я вот как Высшего с положения Телефон я вам Или вы сами найдите Я вам дал название Может вы дешевле купите Вот Здесь вот Сюда не влезало Потому что здесь бортик Вот эти Распоры Здесь вот барашки Распоры Поэтому я вырезал Два уголка Поставил расстояние Которое мне интересует Вот Единственное, я ошибся Вот это надо было вниз Сюда Но это уже поздно И так пойдет До первого раза нормально А так Я очень доволен Все крутится Все вертится Значит Стоимость Вот этих Вот этого прибора До 40 тысяч рублей Я вам скажу До 40 тысяч рублей Вот там какие-то Иномарки Потом на батарейках есть Но мне это не нужно Мне это вполне устроило Вот Ну что Давайте теперь Поговорим О Духовных Так сказать Темах Да Ну вот Тоже интересная тема С попом Обо всем Есть такой Есть такой канал Я с ним давно знаком Правда не знаю Как зовут его Священник Обычный Священник Как священник Ну вот Там мы с ним Были у нас Значит Такие Ну я сделал ролик Пикировки Как говорят Сделал ролик Когда у него не было Значит Двери В иконостас Не было Дарохранительницы Не было алтаря Вот Я говорю Что такое И вот он Подхватил И стал мне тоже Что-то писать Ну да ладно Много кто Кто пишет Я мало что читаю Но Прислали мне Кто-то С ним Ролик Где он говорит Об исламе За минуты 59 секунд Даже меньше двух минут Он Не знаю Где взял Может сам Нашел Ссылки То есть Говорит О сути Значит Ислама А и О специфике Ислама О Так сказать По Так сказать Священному По священным Книгам Для них Он значит Берет цитаты И показывает Ссылки То есть Мне так Очень Любопытная Была информация Достойная Внимания И Это прошло Уже неделя Вы Может быть Тоже Видели Этот Этот ролик С ним А Потом Значит Мне сегодня Тоже Прислали Авторы Тоже Православные Авторы Но они В разных Там В одноклассниках Потом Просто в соцсетях Я не знаю Но Не Ютуба О том Что У него Проблемы Значит Ему Эти Значит Исламисты Или кто-то Не знаю Усульмане Какие-то Более Радикальные Пообещали Его убить Так же Как Данила Сысоева Напомню Вам Данил Сысоев Это Священник Московской Пархии РПЦМП Куда мы С вами Подлежим Где мы С вами Родились Где мы С вами Останемся Он Тоже Хотя Вроде Русский Так Но он Эту тему Очень Патронировал И Она его Цепляла И он Устраивал Диспуты Устраивал Значит Проповеди Общение В храме О специфике О свойствах Ислама Вот И на улице Его Убили Подошел Тут Спросил Как вас зовут Он Сказал Так-то Да И значит Выстрелили в него И ушли Вот И вот Там написано Значит Сейчас то Что распространяется В соцсетях О том Что Этот священник Который Поминает Гондяева Этот вот Автор православный Так сказать По словам Обо всем Что он Что он У него проблема Что ему обещают Его убить Как убили Данила Сусоева И так далее И так далее Вот такое мне присылают Сегодня И я Ответил О том Что Я думаю Это достойно Внимания Понимания Лишний раз Я ему ответил Не ему В смысле А кто мне присылал Мне много присылают Там До ста Так сказать Автор До ста Человек Я вечером Стираю Все На воцепе Я сказал Что Самое главное Ведь это В чем человек В чем человек Жил Или тем более Умер Или наоборот Умер Тем более Жил Если человек Живет В экуминизме Он Как и все Остальные Священники Я Просто Оскорблю Я Только Обличаю Максимум Но я Оскорблю У меня много Священников Знакомых 20 лет Сейчас Вот в этом году Моим клиникам И представьте Сколько Сотен Прошло Священников Я лечил Бесплатно Даже протезировал Бесплатно Мои доктора Сам я Не стоматолог Я Травматолог Хирург Вот И архиереев То есть Много знакомых Они Добрые отношения Потому что Там Молебны Чай Куда-то Поездки Паломничество То есть В этом Это не просто Так пришел Там Здрасте Как тебя зовут Дядя Отец Ваня Отец Петя Нет Это были Общения Дружба С некоторыми И так далее Вот Поэтому Я хорошо Отношусь К этому И люблю И тот Период Потому что Все Было становление Наше Вот Поэтому Этого Священника Тоже У меня нет Никакого Нигилизма Никакого Идиосинкозии Никакого Отрицания Ненависти Нет Конечно Вот И я там Сказал Что Он Даже Если Он И погибнет То Дай бог Ему здоровья Конечно Чтобы этого Не было Все равно Это будет Тщетно Потому что Важно В каком Статусе Ты Был Это касается Не только Вот этого Священника Дай бог Всего Наилучшего Но и Всех Тех 14268 Человек Которые По Википедии У нас В нашей Церкви Находятся Которые Тоже Легли Под Папу Которым Скажут Целуй Руку Целую Ногу И то же Самое Как Никодим Ротов Они Это все Сделают И Прочее Вот Вот что Грустно Дорогие мои Вот я С вами Рассуждаю Поэтому Нужно Понимать То что Я вас Учу Думать Что вы Вкушаете В рот В уши В глаза В органы Чувств Ну а сизание Обоняние Мы не берем Так же Вот из Последних Публикаций В соцсетях Тоже прошла Такая информация О том что Когда На ватсап Вам присылают Какое-то Значит Сообщение О том что Проголосуй За моего ребенка И Перейди По ссылке То тоже Этого делать Не нужно Потому что Это Захватывает Этот ваш Ватсап И через него И смартфон И делай с ним Что хочешь Если у вас Госуслуги То соответственно И туда Если у вас Карта И туда Если у вас Там электронное Голосование И туда Сейчас это Кстати Тоже актуально Электронное Голосование Это мы сказали Вот что еще Интересного То что За копейки За бутылку Водки Даже сейчас Обманули Там Дали не бутылку Водки Дали пачку Сигарет Возят На Так называемое Голосование Но это не новость Тут ничего Не сделаешь И последнее Наверное Могу вам сказать То что Напомню точнее вам О том что Все должно произойти Все должно произойти Потому что Я не говорю Что тут Какие-то Плохие Национальности Какие-то Хорошие В каждой Национальности Есть В русских Не меньше Людей Вот которые Кошмарят Обижают Отнимают Как бы Законы Да В кавычках Это тоже Ведь Наши русские Люди Поэтому Дело все в том Что У кого есть Душа Совесть Вот Но к сожалению Такие в дефиците Поэтому Все должно Произойти И Напоследок Вот Те эпизоды Связанные С Африканцами Которых заселяют Московскую область Тверскую Другие На области Так Количество Мигрантов Которые Специалисты Которые Огромное количество Роликов Обижают Славян Баллончиком Избивают Идет С девушкой Бьют Под колени Палкой Отлавливают Не только парней Но и бабушек Вот там Видели Бабушку избил Покажи ее лицо Покажи ее лицо Учителей Избивают Тоже Много роликов Таких Вот К чему я говорю Но Это все Единичные случаи Не нужно Чтобы вас захватывала Ненависть Хотя она Имеет Своё Оправдание Но дело Не в ненависти Дело в том Что Это политика Которая Основана Для того Чем хуже Тем лучше Русским Которые Родились здесь Которые Не имеют права Называться Титульной нацией Которые Не имеют права Называть На центральных Телевидениях Слово русский Что я русский Или там Русская национальность Или там Что-то такое Связано Однокоренные слова Нельзя говорить У нас У всех Национальностей Есть Эти упоминания О том Что У них там Два языка Второй русский И прочее Самосознание Их Так сказать Да Национальное У русских Русские Этого не достойны Вот Это все вместе Да Как бы Я вам говорю О том Что Эти люди Они делают Максимально Чтоб было хуже Максимально Чтоб было хуже Чтобы после того Как они То есть Настолько крупно Сильна любовь Это нужно Просто понимать И с этим жить Настолько Сильна их Их чувства К этой К этой земле Что Они Понимая Что они Вечно Они будут Находиться Здесь Неважно По какой Причине По той Или Какие-то Катаклизмы Но они Должны будут Уехать Они это Понимают Вот Они делают Все Чтобы еще Нам Было намного Труднее Восстанавливаться Потому что И африканцы И специалисты Из Средней Азии У меня Есть хорошие отношения И Ну с африканцами Нет А Из Средней Азии Из Самарканда У меня Друг Хасан Я ездил К нему Наш консьерж В доме был В смысле Я сейчас Не живу в Москве Я ездил К нему Домой Он жил В гостинице В Самарканде Более Прочее И я Очень достойный Человек Приличный Ну он взрослый Конечно Он служил В Советской Армии Я просто говорю Что человек Человеку рознь Разные все понятия Разные могут быть ситуации Вот Поэтому Эти люди Которых я Вот я вам Перечислил Они дадут Поросли Они Обзаведутся Женами Детьми Имуществом И уезжать Никуда не захотят И будут Защищать Свои Легвамы Свои Так сказать Дома Которые им построят Хуснулин Или как Вот Как ее Наибулина Да Или как ее зовут Наибулина И Хуснулин Вот Короче Ну не важно Вы знаете Я кого имел ввиду Может я ошибся Но Они делают все Чтобы И Эльвира Эльвира Нет А которая По голосованию Это Элочка Да Короче Они ребята Все достойные Красавцы Вот И С ними Дядька Черномор Все делается Для того Чтобы Нам было Интереснее Веселей Это тоже Нужно понимать Дорогие мои А начинали мы С курочки Давайте Курочкой Закончим Сколько там Уж прошло Это у меня Уже Час Час Пятнадцать Ну еще Час Постою Может еще Чего расскажу Вот Так что Любите Думайте Берегите Своих Близких Берегите Свою душу Не пачкайте Не спешите Вот там Сказали Там Да что то Сделали А ты подожди А ты остановись А ты задумайся А ты проанализируй Может быть Не стоит Будем жить Помогай Господь Дорогие Ваш Евгений Лопатин